Мы находимся на левом берегу Анона, в урочище Малый Батор. Это место произрастания одного из видов растений, занесенных в Красную книгу Забайкальского края – тюльпана одноцветкового. Тюльпан – растение очень древнее. Его относят к флорам периода миоцена, плеоцена. Это те времена, когда в Сибири водились мастодонты, носороги, даже жирафы. Эта фауна называется гепарионовой. Так вот, тюльпаны были распространены в Сибири в этот период, а до наших дней остался только один тюльпан. Он имеет сейчас разорванный ареал. Большая часть ареала приходится на Монголию. Растет он также в северо-восточном Китае, на юге Сибири, на Алтае и у нас в восточном Забайкалье. Реликтовость тюльпана проявляется в его несоответствии современному климату. Весь свой вегетационный период он проходит в самое неблагоприятное время – весной. Весна у нас ветреная, сухая, холодная, а тюльпан ранневесенний эфемирует. Рано весной расцветает в конце апреля, начале мая, а к июню он уже успевает не только отсвести, но и дать семена, и уйти в состояние покоя. Тюльпан Забайкалье известен более ста лет. Как раз из тех точек, которые можно назвать классическими. Вот Малый Батор, где мы находимся сейчас, и гора Гдергун около Тарейских озер, которая частично входит в состав заповедника. Но поскольку тюльпан цветет рано весной, и к лету он уже отмирает, он долгое время ускользал от внимания ботаников, и его много лет никто не находил заново. В литературе указание на место произрастания тюльпана на горе Гдергун было не совсем точным. На самом деле оказалось, что он растет не на самой горе, уж тем более ни на каких не на скалах, у подножия и в окрестностях. Поэтому пришлось затратить несколько лет на его поиски в том районе. Но все-таки в 2009 году мне удалось его найти. Затем в 2012 году нашли тюльпан на Малом Баторе в процессе обследования нашей территории экспертами от ЮНЕСКО. И буквально года три назад сотрудницы нашего заповедника, Нелли Пазникова и Светлана Бальжимаева, нашли тюльпан у озера Баенцаган на южной закрайке Сосучейского бора. Эти точки ранее были известны, но в прошлом году зоолог нашего заповедника Юрий Баженов обнаружил тюльпан в заказнике долины Церна на очень большом удалении от известных ранее трех точек. И в этом году нам удалось туда попасть и обследовать эту популяцию. Она оказалась довольно большой. Таким образом, в Даурии, на самом северном краю ареала, тюльпан растет несколькими разрозненными локальными популяциями, удаленными друг от друга на многие километры. Это осложняет выживание каждой из них, потому что малая численность, малая площадь всегда создают угрозу исчезновения. По иронии судьбы, практически ни одна из популяций тюльпана, известных за Байкалье, не оказалась на территории заповедника, то есть не имеет строгой охраны. За исключением гадыргунской популяции, которая только самым краешком зашла на территорию нашего заповедника. Несмотря на это, ботаники Даурского заповедника изучают все известные популяции тюльпана, чтобы контролировать их состояние. К тому же в нашем районе развито скотоводство, и скот представляет собой еще одну угрозу, теперь уже антропогенную. Сколько животные любят лакомиться сочными листьями и цепками тюльпанов. Малый Батор – это самая северная точка, где известен тюльпан одноцветковый в Даурии. Чтобы эффективно охранять любой вид, мы должны знать его биологию, экологию, то есть как он живет, что ему угрожает, где у него слабые места. Про тюльпан же мы знаем довольно мало. Например, мы не знаем, сколько лет он живет, сколько лет он может цвести, есть ли у него перерывы в цветении или в вегетации, насколько эффективно семенное размножение. То есть нам есть что изучать. Тюльпан ставит перед нами еще много вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...